Мой мужчина всех блокирует. Это всегда какой-то сложный такой квест, который приходится вам самим проходить. Они мне вообще импонируют, и я прям беззебез, зачётик даю мужчинам, которые вот так мыслят. Я могу тоже быть аморальной в каких-то моментах с точки зрения общества. Всем привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй. Сегодня у нас будет видео вопрос-ответ. Так, расскажи, пожалуйста, про своё образование, кто ты по профессии. Я училась на секретаре-референто, у меня диплом есть, и я не закончила клинического психолога. Два курса отучилась и ушла. Вот, у меня академсправка была, я думала вернусь. Не, хотя я знала, что я не вернусь, но я академсправку взяла на случай, если вдруг уж прям захочу вернуться. Но я не захотела и не вернулась. Мужчина считает, что на женские штучки и косметику женщина должна зарабатывать сама. Правильно ли это? Хотя я вообще не работаю сейчас. Как строить и карьеру, и семью, и отношения одновременно? Как правило, за тремя зайцами не угнаться. Как правило, за тремя зайцами не угнаться. Мужчина считает, что на женские штучки и косметику женщина должна зарабатывать сама. Правильно ли это? Но в его понимании, наверное, это правильно. Я не могу сказать, правильно или нет. В моем личном мире женщина вообще в принципе по-хорошему может не зарабатывать, если она не хочет. И в моем понимании, хорошо, если мужчина точно с такими же идеями вообще в голове, что его женщина не должна работать, что он такой весь умница, весь такой классный мужик, может позволить себе красивую женщину, чтобы она просто была красивая рядом. И хорошо бы, чтобы она не просто сидела дома как цветочек, а занималась чем-то интересным, куда-то свою женскую энергию тратила, просто может быть делать счастливыми всех вокруг, одарять своей улыбкой, чтобы она наслаждалась, она должна пахнуть, она должна быть красивая, цветочек. Понятное дело, что на все это нужны денежки. И мне нравятся такие в моем мире, в моей жизни, мне нравятся такие мужчины, они мне очень импонируют, и я прям без-за-без, зачетик даю мужчинам, которые вот так мыслят, которые считают, что женщина вообще не должна работать. Но я не люблю, чтобы, знаете, был уклон еще в другую сторону. Прям не должна работать, и вот ты не будешь работать, я прям не разрешаю тебе работать. Вот это тоже я не люблю, да. Женщина должна заниматься тем, что она хочет, если она хочет работать, если она хочет зарабатывать деньги яро и по-другому не может, и ты, мужчина, выбрал такую женщину, то дай ей возможность работать, не ограничивая ее в этом. Если твоя женщина не хочет работать, а хочет плести там какие-нибудь макраме, дай ей эту возможность. Если она хочет быть просто красивой, тоже дай ей эту возможность. Вот, я вот так люблю. Ну, а мы уже выбираем сами, понимаете. Если бы я встретила мужчину и мне мужчину... Знаете, у меня отношения очень быстро, не успев начаться, закончились. Вот мы встречаемся, нравится мне, например, мужчина. Мы с ним встречаемся и общаемся. И вот я очень быстро на первых же свиданиях обычно узнавала вообще взгляды мужчины. Потому что это для меня интересные вещи, и мне кажется, это в первую очередь нужно обсуждать. Не просто понравиться друг другу, а первое я прям в лоб спрашиваю, да. А как ты на это смотришь? А как ты на это? Расскажи про свои бывшие отношения. Я все-все-все узнаю. Я сделаю, просканирую свою картину. И я уже с первого свидания буду понимать, что на этот вопрос ответит мужчина. И если мужчина скажет мне, что женщина должна готовить, все, это сразу... Как, знаете, вот эти вот камеди, есть там тип, который... Эй, подружка, давай познакомься. И там тын-тын, типа, так нельзя ли, девушка, от вас так вкусно пахнет, ра-та-та. И там галочка такая оп-оп. У меня примерно так, да. То есть, если мужчина говорит подобные вещи, у меня сразу тын-тын, нет, это не туда. Ну, конечно, я могу спросить еще, я могу поговорить с ним. Возможно, это, знаете, у него такой первый какой-то там бросок, типа, да. Я, ну, хочется спросить, как это зарабатывать на женские штучки. А если вот, допустим, а если я вот забеременею, к примеру, да, там, и вот я буду сидеть дома, и я не смогу зарабатывать, я буду за ребенком нашим смотреть, я буду по дому вот делать все, я буду готовить с утра до вечера, как бы. Ну, ты же понимаешь, что это очень много времени отнимает, да. И тогда, получается, в этот момент я не могу заработать на свои дрючки-штучки, чтобы быть для тебя красивой, сексуальной. Получается, я буду страшной коровой и ничем себе не радовать. То есть, ты так это видишь? Тогда он может сказать, нет, ну, если ты будешь беременна, короче, такая, да, с ребенком, я буду тебе это покупать. Ну, то есть, я уже думаю, да, то есть, значит, вот так, вот так, вот так. А почему вот же ты же не будешь покупать мне это сейчас? А вот просто я как, то есть, ты, как меня, типа, поощряешь за то, что я там ношу ребенка, а вот просто я такая женщина, вот, допустим, у нас сейчас нет детей, да, и я вот просто твоя женщина, любимая. То есть, ты хочешь, чтобы я работала. А если я работать не хочу? Вот я тебе нравлюсь? Я не хочу работать искренне, говорю тебе. Я хочу сидеть дома, я хочу, чтобы у меня был мужчина, который заработает и все мне принесет. Вот, а я вот жду того момента, когда вот стану мамой и буду тогда вот по дому уют создавать в доме, да. Ну, это, к примеру, когда только знакомство, извините, вы мне уже говорите о том, что что? Что, что? Что у вас и семью строить, и карьеру, да, или как? Что вообще не работаю сейчас? Как строить и карьеру, и семью, и отношения одновременно? В смысле, уже есть семья, да, у вас? Я просто бы не выбрала такого мужчину, понимаете? Поэтому это всегда какой-то сложный такой квест, который приходится вам самим проходить, когда вы создаете себе эти условия. Вы находите мужчину с какими-то такими взглядами, для вас трудными, да. Ну, вот проходите этот квест, как говорится, да. Я не знаю, что делать. Переубеждать и ругаться, драться, доказывать свою правоту, мне кажется, это как-то не нужно. Ну, можно попробовать, да, насколько вы можете убеждать людей. Но я себе сразу выбрала мужчину, вот прям. У меня по пунктам было все. Какой он должен быть вообще? Какие у него должны быть взгляды? И я сразу, о, галочка, ой, галочка. Ой, мужчина мой, ты весь в галочках. Зачет тебе. Все, идем дальше. Примерно так. Ой, про отношения пишет Ирина. Тогда такой вопрос. Стоит ли выходить замуж, чтобы порадовать маму? Парень очень хороший, просто не вижу разницы. Разницы в чем, вы не видите. Выйти замуж просто, чтобы порадовать маму? Вы серьезно? Вы должны выходить замуж за мужчину, с которым вам идти по жизни. Это мужчина, который будет с вами жить, делить с вами постель, в будущее идти, планы строить какие-то. Мама тут при чем? Мама же с вами жить не будет. Не ей же строить с ним отношения. Ой-ой-ой. Вам он должен нравиться в первую очередь. Ой, а мама? Мама в первую очередь должна спросить дочь. Он тебе нравится? Ты его любишь? Ты бы хотела такого мужчину? Даже если он ей нравится, она должна спрашивать об этом. Ни в коем случае нельзя так, мне кажется. Мне кажется, так нельзя. Хотя раньше и не такое вытворяли, да, всякие обычаи. Здравствуй, Селена. Хочу спросить вас. Бывало ли такое, что от вас требуют внимания друзья, подруги, а настроение тупо бы быть одной? Как правило, дать понять, чтобы не обидеть, и лучше перебороть себя, уделить внимание. Слушайте, у меня такие подруги, понимающие все. И если вдруг, во-первых, я могу не взять трубку. Звонит мне любая из моих подруг, я могу не взять трубку. Если вот в данный момент мне необходимо побыть одной. Это нормально. То есть я могу тоже позвонить, и человек может не взять трубку, и я понимаю, что он либо занят, либо не может. Если не берет трубку, значит, не может по каким-либо причинам. Я всегда отношусь к этому пониманию, и все мои подруги тоже. Я не помню, чтобы я не взяла трубку, а мне бы сказали, ты что от трубки не берешь, ты оборзела, ты мне не подруга, типа того, да? Это один момент. Второй момент, если вы о чем-то договорились, к примеру, или вы созваниваетесь каждый день, я не знаю, вдруг вы пропали на какое-то время, вас одолевает, подруга, давай встретимся, мне плохо или еще что-то. Любой из моих подруг, я могу сказать, что у меня сейчас очень, мне сейчас очень тяжело, там, например, да, или у меня сейчас такое непонятное состояние, мне хочется побыть одной, мне даже не обязательно звонить и об этом говорить, мне достаточно написать сообщение, и любая из моих подруг меня поймет. И никто ни в коем случае не будет требовать внимания и строить какие-то обидки. И я точно так же к ним. Поэтому так, чтобы когда у меня было настроение побыть одной, я нахожусь одна. И никто не требует внимания, ни в коем случае. У меня все подруги понимающие. Что послужило для тебя стимуляцией пойти в спортзал? Вес после родов уйдет или женщины обречены стать булочками? Нет, конечно же, не обречены. Посмотрите Инстаграм, какие там вообще нимфы, что творят со своими телами, не успели родить, а уже в форме, красотки. Да даже если не заниматься, тело приходит опять, вот как и было. Единственное, бандаж там носить, чтобы не висело, допустим, живот не висел. У меня вот тело как и было. Просто я сейчас немножечко такая в еде себя не ограничиваю. В спортзал как бы меня стимулирует ходить. Вот сын мой, я уже сказала, уже где-то это говорила. Просто я всегда, каждый день, когда мы встаем, я думаю, чем бы его развлечь, куда бы походить. А в спортзале там как раз детский вариант такой есть. Я раньше ходила туда, но он был маловат для этого. А сейчас он подрос, и он с детками играет. В бассейне мы с ним плаваем. Я там вообще устаю в бассейне. Мы туда-сюда плаваем очень много, там час-сорок минут. Кафеха там есть, логопед сейчас там есть. Мы с логопедом занимаемся. То есть такое большое местечко, где мы можем поделать это, то, третье. Я там могу позаниматься, пока он с детками посидит. Да, вот так вот. Ему там нравится, и я его туда вожу и заодно занимаюсь. Вот мой мотиватор. И вообще я замечаю, что вообще в начале года у меня всегда вот идея. Все, вот именно в январе. В прошлом году я точно так же купила абонемент. В январе. Скидки, значит, там какие-то. И плюс, знаете, такой Новый год, что-то новое. Меня прям вот пропирает. Все, берусь вот как-то, да, с Нового года. Ну, а потом как-то сходит на нет. Но я надеюсь, с Денькой так уже не будет. Что делать, если бывшие девушки мужа добавляют его в социальных сетях, спрашивают, как дела, отсылают фотографии? Мой мужчина всех блокирует. У него просто нет никаких девушек, которые бы ему писали и спрашивали. Конечно, бы у меня было много вопросов. Чтобы какие-то его бывшие писали ему и фотографии отсылали. Зачем? Зачем? Вопрос, да. Ну, как бы мой муж такой же ревнивый, как и я. Мы оберегаем, да, друг друга нервы. Поэтому как бы спим спокойно. Он уверен во мне. Я абсолютно уверена в нем. Поэтому как-то вот не знаю. Да, так бы было бы много вопросов, если бы бабы добавлялись, слали бы фотки. И даже было бы вопросов много к нему, да. Да, какого хрена ты это все получаешь? И какой ты повод дал прислать тебе фотографию вообще, да. Просто спросить там, как дела, если девушка не знает, да, какая-то бывшая. Ну, например, она не знает, какие отношения сейчас у него. И есть ли они отношения. Привет, там, как дела? Как у тебя на личном фронте? Имеет право задать любая девушка, бывшая, небывшая и так далее. Но дальше уже зависит от того, что делает этот человек, да. Он корректно может сказать, что я сейчас в счастливых отношениях, спасибо, все хорошо. Там, как у тебя дела, может спросить. Она там скажет, что она там одинокая. И он может пожелать ей всего хорошего в поисках, да. Все, а что, о чем общаться еще? Ну, фотографии слать, это уже, я не знаю, это какая-то переписка. Или привет, это я, да, и в купальнике сразу там, без вопросов, есть ли у тебя девушка или нет. И такая, помнишь меня? Мэй пишет, привет, Селена, слышала, что в этом году должен выйти закон о том, что девушка должна обязательно родить первого ребенка до 27 лет. Как ты к этому относишься? Я не слышала такой закон. Мне кажется, это какой-то абсурд, если честно. Почему? Офигеть! А если она не успевает? В смысле закон? А если она не успевает, а что будет? В тюрьму посадят? Какой-то бред. Мне кажется, такой закон не должен выйти. Это что-то непонятное. Так, кто-то слышал еще о таком законе? Напишите, пожалуйста. Селена, здравствуйте. У меня такой вопрос. В общем, у меня семья, два детей, один ребенок от первого брака. Живем хорошо. Старший сын называет нынешнего мужа папа. Ему 6 лет. Со своим родным отцом общаться не хочет, так как когда разошлись, бывший муж не уделял ребенку внимания, не помогал совсем. Ребенок от него отвык. А теперь, когда я подала на алименты, бывший муж требует общения с ребенком. Но я не могу насильно заставлять сына. Что делать, не понимаю. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением. А вы не заставляйте сына. Пусть ваш бывший муж, например, приходит и игра. Вы знаете, это очень же зависит от того, какие все-таки взаимоотношения с мужем. То есть, если вы все-таки, несмотря на то, что он не помогал, несмотря на то, что вы подали на алименты, и теперь он хочет с ним общаться, можно попробовать понять, почему было так, а теперь так, и вот так вот. И все-таки поддерживать какие-то более-менее хорошие отношения, и пригласить его в дом, если он хороший, положительный человек, в принципе, и попробовать наладить контакт. Потому что это всегда хорошо, по возможности, если можно наладить контакт, если человек не плохой, его отец, и не научит его плохому, и не опасно ребенку с ним, то я бы наладила хороший контакт, я бы как бы, ну, дружбу, может быть, он какой-то там, понимаете, проблемы у человека, может быть, в жизни какие-то, да, и как-то вот помочь, чтобы ребенок его любил, чтобы он чувствовал, что у него есть ребенок. Просто зависит от того, как вы к нему относитесь, понимаете. Если он вам не нравится, и ребенок это все чувствует, конечно же, пока он будет маленький, зависимый такой от вас, он будет все это перенимать, и вот так отталкивать отца своего. Может быть, чуть-чуть подрастет, когда, да, он сам захочет с ним общаться, как-то проводить время, все-таки это его родной отец. Когда будут общения со сверстниками, да, там, про папу узнавать, это все психологически очень влияет, и когда подрастет ребенок, он почувствует, что он хочет знать своего родного отца, там, и так далее. Ну, или не почувствует, все очень, ну, как бы, психологическая травма все равно будет, это уже, как бы, понимаете, да? У нас у всех есть психологические травмы из нашего детства, те или иные. Вот, поэтому, конечно, заставлять точно ничего не нужно. Просто постараться создать условия такие для более благоприятного их общения. Вот, ну и самой тоже благоприятное общение, чтобы было. Единственная поправка... Ой, мой гад был, у меня дежавю сейчас, девочки. У меня дежавю. Очень страшное прям дежавю такое. В общем, никого не нужно заставлять. Все должно быть естественным образом. Если ребенок не хочет сейчас общаться, ему нужно дать время, когда он сам захочет общаться. Мисс Энс, как бы ты поступила в такой ситуации? Ты договорилась с мужем о каких-либо делах, а он уехал в баню и сослался на то, что отдых необходим. Ездить раз в две недели. И тут же второй вопрос. Он знает, что ты отходчивая и даже не думает извиняться после очередной пьянки, зная, что ты все равно успокоишься на второй-третий день. Первое. Вы не будьте такой отходчивой прям, да? Два-три дня. Давайте повысим ставки. Побудьте отходчивой через какое-то долгое время. Пусть извиняются, блин. Отходите тогда, когда извинится. Я, например, не отхожу, пока мы не решимся, и я не удовлетворюсь ситуацией, да? Что я услышана, я понята, и все происходит так, как мне надо. Это как бы ваше упущение такое, да? Если вы через два-три дня уже как ни в чем не бывало, не решив ситуацию, то так оно и будет. Вы не будете решать ситуации, и через два-три дня как бы все на своей круге станет все нормально. Зачем извиняться, да? Ну и плюс как бы тоже, если вы договорились, ну как бы опять же, ваша вина не должно быть такого. В плане мужчина должен ставить вас на первое место. Если вы договорились, а ему нужно в баню, он должен был вас поставить как-то в курс дела, придумать вам какие-то альтернативы, да? Чтобы вы не расстроились и не обиделись. Конечно же, извиниться, что так получается. Может быть, ему отдых важен, да? Может быть, он работает, приносит много денег, да? Ему действительно очень важно для головы отдых, там спина болит, массажик, там попариться, все дела. Вот. Может быть, это действительно важно, да? Но просто если договорились вы о чем-то, и для вас это тоже важно, да? И здоровье как бы не позволяет ему сдержать свое обещание, то как бы он должен это так преподнести, чтобы вы его поняли, и даже сами ему сказали, блин, иди отдохни, давай завтра тогда сходим. Ну то есть это взаимопонимание называется, да? А когда происходит все вот как-то так, что вы тут вот обижаетесь, я не знаю, да? То нет взаимопонимания. Либо вы его не понимаете, либо он вас не понимает. Ну и соответственно, если вы отойдете через 2-3 дня, то нахрен заморачиваться, вот это вот еще извиняться. Что делать в этой ситуации? Попробуйте не отходить через 2-3 дня, попробуйте добиться своего, выяснить отношения, чтобы это как бы было четко, все понятно, прописано, что вас это обижает, чтобы больше вас не обижал. Вот. Никогда не... Ну вот возможно ваша отходчивость вот этого, да? И дает вот этот результат. То, что можно, допустим, человек может сделать какие-то неприятные для вас вещи, и вы вопрос этот не решите, вы обиделись, но проходит 2-3 дня, и вы это забыли. Ну вы не решили ситуацию, что так делать не нужно, что это некрасиво, что вам неприятно, что вы должны быть на первом месте. Ну, к примеру, да? Это любая ситуация может быть. Соответственно, человек понимает, что вы даете ему как бы, ну, так можно поступать. Вот. И если это уже не первый раз, какие-то подобные вещи, то очень сложно что-либо изменить. С самого начала надо выстраивать отношения, ставить границы, рамки вообще. Кто на каких местах вообще, кому что дозволено в отношениях. Нужно сразу все это выставлять. Потом очень сложно это все дело изменить. Начала общаться с мужчиной, знакомый давно очень. Он написал мне первый, проявил инициативу, начал флиртовать. Общались несколько дней, договорились о встрече. В последний момент он слился, предложил встретиться на следующий день. Я отказалась, так как были уже планы, которые не отменишь. После этого он пропал, перестал писать, около двух дней молчания. Я решила сделать шаг, написала ему сама. Сказала, что буду не против встречи, на что он ничего не ответил. А после слова замолчал уже сутки. Что с ним не так? Зачем нужно было писать, давать надежду, а потом сливаться? Начала общаться с мужчиной, знакомый давно очень. Слушайте, на самом деле, ну, вы начали общаться, насколько вы там глубоко друг друга узнали, по какой причине он мог там раз и не писать. Ну, может, у него какая-то девушка была, они расстались, и вот он там, к примеру, был в поисках, писал вам, да, а сейчас у них, может, какие-то сложные отношения, снова там они сходятся, да, и как бы вот вам перестал, может быть, был какой-то период, когда можно было его там как-то заорканить, но у вас не сложилось, к примеру, да, а может быть и хорошо, что не сложилось, может быть, его нельзя было заорканить, может быть, просто он искал какую-то отдушину, да, там, а сейчас вот, или познакомился с какой-то девушкой, параллельно знакомясь с вами, да, то есть, ну, по-разному может быть. А в смысле давать надежду? Вы же просто общались. Какую надежду? На что надежду? Это просто, может быть, вы такой человек, что во всем видите надежду. Если человек начал с вами общаться, там, три дня вы пообщались, вроде договорились встретиться, и все, как бы он должен с вами встретиться, или он муд, короче, который дал вам надежду и не встретился. Вот козлиныш-то какая, да, все по, ну, все бывает, вот как бы ситуация просто, ну, вот она идет и идет, И вот складываются так отношения. Я не вижу, что здесь кто-то из вас плохой и дает надежды зря и сливается потом. Может быть, на тот момент он был настроен, а на этот уже не настроен. У вас тоже были какие-то планы, он тоже может так подумать, от какого-то чего-нибудь там хрена, ну, со своей колокольней. Поэтому ничего такого я здесь не вижу. Просто не цепляйтесь так сильно за надежды, которые якобы могут давать мужчины. Можно так вокруг все надежды. Там взглянул парень как-то, подмигнул, оп, дал надежду. Вот урод, что не подходит, да, типа того. Мы переписывали с ним неделю, он даже, он сказал, что мы встретимся, но мы так и не встретились. Обещал, дал надежду. Вот урод, да, типа того. Ну, нет, как бы смотрите, сильно так не это, не привязывайтесь быстро так, да. Не требуйте от людей большего. Спустя пять лет совместной жизни с мужем и имея общего ребенка, начинаю понимать, что мы друг другу не подходим. Ну, не такой мужчина мне нужен. Мы в браке, я не работаю после декрета, своего жилья нет. И уйти хочется, но боязно. Куда? И он не хочет уходить. Может, это просто переломный момент в семейной жизни? Как бы, что делать? Сейчас я вам так все и расскажу прям, да. Слушайте, вообще, я заметила в последнее время, это одна из таких больших вообще проблем, уйти женщине от мужчины. Ей боязно. Самое интересное, я всегда, когда спрашиваю про такие отношения, я вообще не вижу, я не вижу, а что там, а что там небоязного в отношениях? Вот я смотрю на эти отношения, и мне страшно оказаться в таких отношениях. Вот правда, я кого слушаю, вот все девушки, кто боится выйти из отношений, они боятся, что, а чего боятся? Они что-то там боятся. Остаться одной, там, да, например, там, или я не справлюсь, или там еще что-то. А я смотрю на эти отношения, да, за которые они держатся, за которые они как бы прячутся, в которых они прячутся. Я смотрю и думаю, боже мой, мне так страшно было бы оказаться в таких отношениях. Не дай, не дай случая оказаться в таких отношениях, и потом еще бояться из них выйти, понимаете? Ну, я имею в виду, да, вот, чтобы так все у меня сложилось внутри, и я такая сижу, короче. Настолько эти все иллюзорные страхи внутри. Я проходила это. Ну, как проходила? У меня, может быть, что-то примерное было. Вот так, чтобы прям сидеть в этих отношениях и бояться выйти. Мне в них сложно, да, и вот я не люблю, и бояться выйти. Вот такого, наверное, прям не было, да. Вот бояться выйти из отношений я, по-моему, вообще особо никогда не боялась, да. Было такое, что у меня были отношения, они просто были сложные, они были эмоциональные, такие, да, там, эмоциональные, как бы, любовь, там, все дела. Но они были сложные, они приносили порой негатива и страдания больше, чем вот этой самой любви. И приходилось просто надавливать себя на грудь, понимаете? И тащить, вытаскивать себя за руку из этих отношений, просто потому что ты, по сути, в них несчастна. И ты не хочешь жить только этими короткими моментами. А всю оставшуюся жизнь, просто вот это негатив, да, какой-то, и нервы, и так далее. Так, чтобы меня кто-то обеспечивал, да, и я такая думаю, выйти из отношений не могу. На что же я буду жить? Где я буду жить? Вообще меня никогда это не страшило. Если бы я находилась с мужчиной, который мне не нравится, с которым я не хочу находиться, он мне уже опротивил, я просто убегаю от этого. Это так тяжело. Это примерно вот как девушка там что-то описала, да, жить под куполом, там, боязно. Чего бояться? Бояться? Самой себя бояться? Не верите в себя, боитесь, что вы сами себя не осчастливите? Вот это, наверное, самый большой страх. Тогда надо научиться, научиться сделать саму себя счастливой. Не сделайте вы, не сделает никто. Вот это большая иллюзия, что кто-то может сделать вас счастливой. Может быть, кто-то удовлетворит ваши какие-то потребности на время, пока он рядом. Но это, знаете, ставки такие, на самом деле, я бы не ставила. Сегодня человек рядом, а завтра его нет. Такая жизнь, зависящая от кого-то, вообще, это очень такое рискованное дело, рискованное вложение. Поэтому я бы ставила только на себя в этой жизни. Только на себя. Я себя сделаю счастливой, радостной. Я себя сделаю богатой. Я себя окружу лучшими людьми. Я сделаю детей, понимаете? Я найду от кого сделать детей. Ну, то есть, все на себе должно быть. Все на себе. Я еще и сделаю человека счастливым рядом, который со мной будет. Я найду мужчину, которого сделаю счастливым. Понимаете? Не только себя, но и его. Вот так надо мыслить. Я, честно, не понимаю, от чего боятся женщины. Это все внутренние страхи какие-то внутри. И я понимаю, что это настолько все иллюзорно. После окончания школы, института, у меня прекратилось общение со всеми подругами. Можно ли встретить настоящую подругу после 30 лет? Думаю, да. Это просто вопрос связей. Вообще, я считаю, что и отношения, и подруги. Это вопрос связи. И вообще все, что касается с людьми. Если у вас будет связь, вы можете найти этого человека. Вы можете общаться с ним и думать, блин, это ты же моя родная. Ты же моя половинка. И вам с этим человеком хорошо проводить вместе время, ходить в кино, просто молчать. Понимаете? Гулять, делиться чем-то. Это может просто, как и любовь, взаимоотношения с подругами. Это как и любовь, которую ты вдруг встречаешь. И это вообще не зависит от того, сколько тебе лет. Почему при увольнении руководство реагирует неадекватно? Обижается, грубит. Не могут нормально принять твое решение. Слушайте, но не все руководство такое, если честно. А кто-то готов тебя с радостью уволить. Понимаете? Если ты уходишь, он рад искренне. Вот. Ну, просто вам попалось такое руководство. Видимо, какие-то трудности в голове у руководства. С тем, что вы такой работник цены, покидаете их. Смотрю тебя давно, твой блог на ютубе. Периодически делаешь видео в стиле вопрос-ответ. И на вопрос касательно мужа отвечаешь, что вот, уже будете жить вместе. Но годы проходят, а ситуация не меняется. Вопрос вполне конкретный. Почему? Никто в грязном булье рыться не собирается. Я считаю, это действительно очень важный вопрос. Очень важный вопрос. Говорила ты правду ранее или нет? Так я же говорила, а что я говорила? Что вот, что вот, вот. Мы вот скоро начнем жить, да? Ну-ка. И на вопрос касательно мужа отвечаешь, что вот-вот уже будете жить вместе. Вот-вот. Где здесь конкретика? Скоро. Где здесь конкретика? Вот эти вот слова, в принципе, их очень сложно вообще как-то притянуть к чему-то, что я там говорила правду или не говорила правду какую-то. Вот-вот скоро. Это же понятие очень относительное, понимаете? Для вас вот-вот. Это вот сейчас стукнет через минуту, да? Или вот-вот в течение месяца. Или вот-вот в течение года. Или вот-вот через несколько лет, понимаете? Поэтому я использую такие фразочки. Вот-вот. Скоро. Уже совсем недолго осталось. Но в моем понимании, да? В вашем, возможно, вы считаете дни, минуты и думаете, да ёперный штеатр. Селена говорила-то вот-вот. Вот-вот-то вот. Это же вот. Мгновение. Ой, не могу. Очень важный вопрос. И ничего не меняется. Почему? Вы знаете, в нашей жизни очень много всего меняется. Я просто это не озвучиваю, да? Но когда поменяется именно так, чтобы это увидели вы, когда это будет, вы обязательно об этом узнаете. Вот-вот будет, как говорится. Привет, Селия. Скажи, ты не думала написать свою книгу? Да, думала я написать книгу. Думала. Просто, знаете, для того, чтобы реально написать книгу, ну, в наше время, наверное, нужно именно то, о чем я хочу написать, да? Да, именно то, о чем я хочу написать. Наверное, это будет актуально, когда я смогу показать то, о чем я смогу написать, да? То есть я могу написать о взаимоотношениях там и так далее, но вообще о вот этом взгляде моем, да, о каких-то достижениях своих жизненных. Но это все, опять же, относительно, понимаете? Сейчас пишут книги люди, которые там у них, не знаю, там миллионы денег, они зарабатывают, там, я не знаю, какие-то взаимоотношения на показ все, да? Как бы им есть что показать, и люди их читают, потому что они видят все это, да? А я как бы все скрываю, и на моем относительном уровне я не зарабатываю миллионы какие-то, да? Просто если сравнить, откуда я вылезла, можно сказать, да? То есть как я жила и как я живу сейчас, и я полностью это добилась все сама, да? То, конечно, есть чем поделиться. Но не на уровне, наверное, еще пока что книги. Надо еще добиться каких-то результатов, конкретных высот, крутых, да? Чтобы была более узнаваемость какая-то, и когда уже я смогу показывать свои отношения, и все-все-все, и вы увидите, через что я прошла, да, весь свой большой путь. Наверное, ближе туда, к старости, я смогу написать какую-то такую очень интересную книгу, которая многих бы вдохновила, да? Ну, пока что, да, думаю, нет смысла ее писать. Видимся с молодым человеком раз в неделю, полторы. Мне, конечно же, не хватает внимания, а ему норм. Подскажи, как что сделать, чтобы это исправить? И он хотел видеться чаще. Во-первых, нужно понимать, по какой причине он не видится с вами чаще. Просто потому что не хочет, или он работает, к примеру, да? Чем он занимается в другое свободное время? Это все нужно смотреть, как, с каким энтузиазмом встречается с вами человек. Нужно все чувствовать. Учиться этому всему. Внимательность и чувствовать вообще партнера своего. Потому что взаимоотношения, конечно, бывают очень разные, очень разные. И не хотелось бы, чтобы девушки оказывались в каких-то таких, знаете, что их, как бы, встречаются, знаете, вот как бы, вот так, когда удобно, да? Ну это же не то, когда любовь, взаимоотношения, ты бежишь там в любое свободное время к своей половиночке, да? И твоя половиночка, даже если ты раз в неделю с ней встречаешься, она прекрасно понимает всю ситуацию. И никогда в жизни тебе не скажут, дай мне больше. Потому что она видит, что ты и так ее любишь. И даешь ей все, что ты можешь только, понимаете? А когда вот как-то так вот, даже в самом сообщении, как-то непонятно, что чувствую, как это, мы видим все раз в неделю, чтобы он хотел видеться чаще. Он что, не хочет видеться с вами чаще? Это уже странно. Какие у вас взаимоотношения? Что ваш мужчина не хочет встречаться с вами чаще? И как сделать так, чтобы он захотел? Блин, найти мужика, который хочет видеться с вами чаще. Ну, блин, у меня кардинальные меры, честно. Я вот просто на личном своем опыте, я поняла, что просто из, как это там, давайте я грубо сейчас скажу, да? Но это не в сторону людей, да? Что из говна лепить конфетку, да? Я имею в виду, что из одного лепить совершенно другое. Нужно людей принимать, стараться принимать такими, какие они есть. Но для этого нужно найти такого человека, какой он есть, чтобы он вам подходил. Понимаете? Не нужно брать человека, который вам совершенно не подходит, и пытаться воспринимать его таким, какой он есть. Это очень сложно. Это такой рост должен быть внутренний. Это такой духовный рост должен быть, чтобы вот это вот все, понимаете, превращать в практику. Дзен, понимаете? С вами человек, который, я не знаю, там, дурно пахнет, который не умеет общаться, за который вам все время стыдно, который ни во что вас не ставит, который поднимает на вас руку. В общем, против ваших вообще принципов, весь, все наперекор, понимаете? Не умеет с вами разговаривать, нет взаимопонимания. Вот нашли вы такого человека, вызывает вас все время на ревность, да? Там деньги не зарабатывает, я не знаю, там, воспитывать детей не умеет. Вы еще должны работать. К примеру, вы находите такого человека и любите его, понимаете? И пытаетесь его изменить. И думаете, я с таким не могу жить, надо его изменить. Да не измените вы никого. Не надо обманывать самим себя. Просто вот эта любовь, на которую все мы ведемся, влюбленность, да, которая помрачает наш взгляд, мы здравомыслить не можем. Мы страдаем как бы. Страдаем за любви. Я просто вот на опыте личном уже поняла, что просто нужно найти хотя бы, чтобы большинство качеств у человека было присуще, важных для вас, которые вы любите, за что вы его любите, за что вы его цените. А остальные небольшие недочеты, которые есть у каждого, можно и принять, да, небольшие. Ну да, он вспыльчивый там, да, ну не поднимает же руку, да, ну просто он пылит, бесится. Можно это как-то, к примеру, да, там, или он стульчак не опускает. Ну это мелочь, да, если мужик приносит домой денег много, мелочь, опустим стульчак, разбрасывает носки, мелочь, зато он вас так любит, так вкусно готовит и кофе в постель приносит, понимаете. Разбрасывает носки, мелочь я подниму и уберу. Это мы принимаем эти недостатки. Но когда вся база и платформа отношений просто наперекосяк нарушена, и единственное, что он хорошо делает, это приносит кофе в постель, понимаете. Но вы абсолютно не уверены в этом человеке, постоянно его ревнуете, денег он домой не приносит и так далее, и так далее, то это, конечно, ни в какие ворота не лезет. Как сделать так, чтобы парень дарил подарки? Считаешь ли ты, что мужчина должен полностью обеспечивать семью? Да, я считаю, что мужчина должен полностью обеспечивать семью. И как раз-таки одно из моих там первых видео, когда я только начинал свой канал, это как сделать так, чтобы парень дарил тебе подарки. И основная мысль в этом видео такая, что нужно найти парня, который любит делать подарки. И тогда ваш парень будет дарить вам все время подарки. А если мужчина не любит делать подарки и вообще считает, что не нужно содержать семью, и женщина еще должна прыгать, как собачка на задних лапках, чтобы заслужить какой-то подарок, то это, конечно, вообще трешак. Просто нужно найти щедрого парня, который любит, блин, баловать вас. Вот. И будет вам счастье. Такие есть. Если бы твой мужчина совершил плохой аморальный поступок с точки зрения общества, например, какое-то преступление, как бы ты на это отреагировала, смогла бы ты это принять и простить его? Слушайте, плохой поступок аморальный с точки зрения общества, это тоже такой относительный момент. Я могу тоже быть аморальной в каких-то моментах с точки зрения общества, поэтому мнение и точка зрения общества меня, честно говоря, мало волнует. Вот. Для меня самое важное, чтобы с моей аморальной точки зрения было все нормально. Вот. И вполне возможно, что это может быть аморально с точки зрения общества, да, а с моей аморальной, да, поэтому как? Обычно понять и простить, да, или вообще не понимать и не простить. Но если с моей точки зрения что-то такое произойдет, ох, ну это сложно, это очень индивидуально, смотря что за ситуация и какого рода аморальный поступок будет, какого рода преступление, тоже важно. Я сейчас не могу ответить на этот вопрос, это очень точечно. Последний вопрос. Селена, поделитесь лайфхаками для начинающих блогеров, с чего вы начали, как к этому пришли, с какой проги начали монтаж видео. Предостерегите от ошибок. Подолог-блог. Подолог-блог. Да, вроде правильно почитала. У меня есть курс, который до сих пор действует. Что ты делаешь? Все, последний вопрос. Отвечаю, иду к тебе. Ладно? У меня есть, отвечаю на ваш вопрос, у меня есть курс, который вы можете пройти. Там собраны все-все-все-все-все советы, вдохновения, монтаж видео, как я делаю обложки, создание канала, пиар-канала. Все на свете, что должен знать начинающий блогер и даже не начинающий, а уже который ведет свой блог. Там очень много полезного и интересного. Весь мой опыт там собран. Поэтому это очень долгая история. Долго писала этот блог. Поэтому, если вам интересна эта дорога блогерства, то я вам рекомендую пройти этот курс. Пишите мне в директ или на почту. И мы с вами договоримся о том, как его можно получить. Все, мои хорошие, я была рада с вами пообщаться. Ой, правда, прям, знаете, вот такое ощущение, что прям вот мы так сидели, как будто я сделала какой-то этот встречу, встречу, встречу моих подписчиков, да, и мы таки сидели. И вот каждый рассказал мне про себя, я поделилась своим взглядом. Так вообще классно, мне душевно. Обожаю. Обожаю эти темы, обожаю эти разговоры. Я не знаю, на сколько я там наснимала. На три часа, наверное, пойду монтировать. Все, мои хорошие, спасибо вам за ваши вопросы. Я жду вашей обратной связи в комментариях. Обязательно ставьте лайки. Будьте счастливы. Я желаю вам вообще просто вот прям женского счастья от души. Я просто хочу, чтобы все были счастливы, самодостаточны, ничего не боялись. Кстати, по поводу, когда боится женщина, да, и тоже один из первых курсов, в которых я писала, с которым я зашла на YouTube, это курс стервологии. И там есть такой очень короткий ролик, такой, неплохое качество, конечно, записи, но там главное именно то, что я там уже говорю. И, кстати, я этот курс не меняю, можно его перезаписать, да, но я его не меняю, потому что все это актуально по сей день. Я не поменяла свое мнение, все четко. И, в общем, один из роликов, он так и называется «Не бояться и не жалеть». Там я рассказываю о том, что как бы на что это похоже, и как порой тяжело, да, вот так вот не бояться, не жалеть, просто хладнокровно отрезать отношения, которые тебе не подходят. Ты чувствуешь себя каким-то воином, и нужно реально очень много силы, потому что все вот эти наши привычки и страхи, вот это всё-всё-всё-всё, оно вас, конечно, приковывает, да, обездвиживает и заставляет находиться там, где вы находитесь, страдать и никак не двигаться, и только думать, а как же это сделать, да, но не делать. И для того, чтобы в жизни всё удавалось, чтобы найти достойного мужчину, нужно отсекать недостойных вас. Вы никогда не найдёте достойного мужчину, если будете пребывать в тех отношениях, которые вас не устраивают. Вы его просто не встретите и не найдёте. Это счастливой случайностью, да, вот так вот его встретить, и тогда выйти из отношений, как все хотят, да. Но порой нужно просто освободиться, освободиться, освободить вот эти, порвать эти энергетические какие-то связи, которые вас оковывают, вот так вот, понимаете, купол вам какой-то создают. Его надо порвать. Но для того, чтобы это сделать, нужно проявить силу, сильную силу. Действительно, будет очень больно, да, вытащить себя просто за волосы из того, что вам не нравится. И когда вы освободитесь, отряхнётесь и мыслью, и телом, и всем-всем-всем, вот уже всё, когда посмотрите на это, скажете, боже мой, как же я там была, нет-нет-нет. И если вас даже позовут обратно, и даже вам предложат все условия, скажут, во-во-во-во, всё, что ты хотела, вы скажете, нет, уже, ну, уже всё, уже не хочу, уже и не люблю, уже не то. И смотрите с открытой распахнутой дверью в будущее, вот тогда вы встретите, да. Но и главное, опять же, опять же, опять же, если очень влюбчивый человек, да, нужно прям ставить себе якоря, делать список качеств, качеств. Человека нужно выбирать за качество, а не просто люблю, а потом, короче, рассматриваете человека, ё-моё, чё я там полюбила. Любовь зла, серьёзно, это правда жизни, будьте аккуратнее. Я вас люблю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok